Месяц террора. Окупационные войска каждую ночь обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. Под ударом города Никополь и Марганец. Недавно они подверглись одному из самых мощных обстрелов с начала российского вторжения. Россияне целились по жилым домам из градов и смерчей. Есть погибшие и раненые. Как выживает Марганец под прицельным огнем оккупантов? Расскажем далее в сюжете. Я смотрю видео, я просто не могу. Наш дом там полностью. Это ужас какой-то. А таких, как Людмила говорят, родилась в рубашке. Когда женщина спала, в нескольких метрах от ее дома упал российский снаряд. Металлические осколки разлетелись повсюду. Один из них прошил ей ногу. В ноге был, разрубала сантиметров 10. Он застрял уже у меня в ноге. Наш подъезд, шестой, больше всего. На третьем этаже парень такой, как я, годами погиб. Кровища там намерена. Двое вышло. Их вроде как с бедра, кто был в крови. Потом начали выносить мертвых. Получилось их до утра 19 человек. Уже в больнице умерло еще два мирных жителя. Было доставлено 9 пострадавших и два человека, которые получили травмы, несовместимые с жизнью. Ночь на 10 августа стала адом для жителей Марганца. 13 погибших и 11 раненых. Это самое большое количество жертв российских обстрелов в городе за последний месяц. Россияне прицельно били пожилым домам. Смерчи и грады направили на людей, пока те спали. Выдавила фасадную стену вместе с окнами, перегородку между спальней и кухней. И выдавила взрывной волной двери в подъезд. И остались без жилья. Вы видите, что здесь происходит. Освободители помогают нам настолько их ненавидеть, потому что такого освобождения и врагу не пожелаешь. Марганец – небольшой город с населением немногим более 40 тысяч жителей. Но жить здесь становится все тяжелее, признаются местные. Ужасно, ужасно. Постоянно. Я в одном, а она вот так у меня по Маяковскому, второй дом туда вниз. Они постоянно в подвале. А что там в подвале? Сыра тут это все. У нее трое детей, вот это, трое внука у меня. Одному 12, 4 и, пожалуйста, два. Тирюша, какой сейчас ледкий. Страшно, ужас, как страшно. Россияне уже разрушили в городе свыше 30 многоэтажек. Вдвое больше частных домов. На их восстановление городской совет потратил больше миллиона гривен. И это только начало, говорит мэр. Я не знаю, как мы это будем все восстанавливать. У нас много крыш пострадало в городе. Перед этим в воскресенье у нас также был прилет, около 20 с чем-то прилетов было. 47 домов пострадало, снесло у восьмерых крышу. Вообще, 100% надо крышу ремонтировать. Это, скорее всего, вот здесь. Оно упало в окно и потолок. Пробило как раз пол. Екатерина показывает результаты прямого попадания российского снаряда в школу. Еще два упали на территорию учебного заведения. Теперь здесь ни дверей, ни окон. Здание построили еще в 1957 году. Стены в три кирпича. Именно это, наверное, и спасло школу от полного разрушения, предполагает заместитель директора Екатерина Новикова. Работать очень тяжело, потому что все окна разбиты. У нас осталось только с той стороны несколько окон уцелевших. А так во всей школе окна разбиты. Вся школа в стекле. Межэтажные перекрытия второго и первого этажей есть разрушения. Ученики этой школы новый учебный год начнут онлайн. Где будут проводить уроки учителя? Еще под большим вопросом. Когда снова откроют свои двери местный дом культуры? Тоже неизвестно. Российские снаряды изрешутили весь фасад. Идет или с Энергодара, или напротив города Марганца, напротив Запорожской АЭС. Оттуда идут вылеты. К нам буквально 8 километров вылеты идут 7-8 секунд. То есть от звука вылета вражеского снаряда до момента прилета у людей есть не более 10 секунд, чтобы добраться до укрытия. Сирены здесь не включают, потому что перехватить снаряды на таком небольшом расстоянии невозможно. Об опасности предупреждает военная администрация благодаря разведданным. И даже в этих условиях люди выезжать не спешат.